В Керчи не только земля хранит в себе артефакты, в море тоже достаточно тайн и секретов. В городе Герои подводными исследованиями занимается целое сообщество дайверов. О том, что именно ищут в морских глубинах, нам сегодня расскажет Евгений Архангельский, профессиональный дайвер. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Я так понимаю, что все-таки в своих погружениях вы ищете именно затонувшие корабли, все верно? Да, конечно. Расскажите об этом подробнее, когда начали такую деятельность проводить, может быть, сколько уже таких объектов у вас числится? Первое знакомство у нас с подводными объектами и вообще поисками подводных объектов случилось в 2008 году, когда мы работали в Козаульской экспедиции. Тогда энтузиасты и археологи с Севастополя, из Керчи, мой друг, с которым я много работал, Денис Белин, они организовали первую пробную экспедицию на Керченском полуострове, обныривали затонувшие места, стоянок античности и искали артефакты для того, чтобы зафиксировать это все на археологической карте нашего полуострова. Потом я попал в экспедицию к Александру Ёлкину. Это тоже было где-то в 10-11 годах. Увидел, сколько затонувших объектов хранит в себе наш Керченский пролив, которые сохранились с времен Великой Отечественной войны. И как-то это все заинтересовалось. Тем более дед у меня служил на флоте. Службу он заканчивал здесь, в Керчи, когда возглавлял СПТР. И как-то все закрутилось. Водолазная школа, дайвинг и пошло-поехало. Скажите, а вот самая большая глубина, на которую вы погружались, сколько составляла? Ну, вот у нас были съемки. Мы снимали на глубине 65 метров. Там один из объектов. Совершенствование от предела. Вот уже давным-давно разработаны глубоководные смеси, которые позволяют ходить и на 110-120 метров. По мере, скажем так, обучений и продвижений в этой сфере, то есть мы даем себе возможность ходить на объекты, которые более глубже находятся, для того, чтобы заниматься изучением, съемкой. И популяризация этих объектов для других людей, для того, чтобы привить у них интерес к этим объектам. Вот, кстати, о популяризации вы не только погружаетесь, но еще и снимаете документальные фильмы. Один из них был отмечен на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Расскажите об этом. Да, так получилось, что мы снимали промо-ролики. Наснимали очень много материала, когда работали на площадке Крымэкстрим. Идея возникла сделать полноценный документальный фильм. И после этого мы приступили к съемке, то есть на собственном энтузиазме. Сергей Ольховский, который возглавляет в Институте археологии Российской Федерации отделения подводного наследия, помог нам попасть на этот культурный форум как раз-таки по секции подводной археологии, где там презентовали свой документальный фильм. Какие планы на будущее у вашей команды? Сейчас у нас в планах идет разработка концепта проведения все-таки в Крыму фестиваля любителей затонувших объектов. Сейчас разрабатываем, мы хотим сделать какой-то фотоконкурс, опять-таки посвященный затонувшим объектам, конкурс видеороликов любительских, опять-таки посвященных затонувших объектов. Вполне возможно, что мы кого-то пригласим из подводных археологов, для того, чтобы они смогли наглядно объяснить, как заниматься правильно фото-видео фиксацией объекта, куда нужно сообщать, если, допустим, найден новый объект. Есть много информации полезной по методике исследований и всего остального. Евгений, спасибо вам большое за то, что вы посетили сегодня нашу студию. Я желаю успеха в вашем таком интересном и полезном деле. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Коллеги, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был профессиональный дайвер Евгений Архангельский. На этом у меня все. Вам слово.